Сегодня я припасла для вас новинки косметики, что-то из этого уже стало моим фаворитом огромным, что-то оставило такое неоднозначное впечатление, и давайте я вам обо всем по порядку расскажу. Первое, о чем хочу рассказать, это знаменитые блатерации от Beauty Blender. Кто еще не знает, Beauty Blender компания выпустила вот такие вот штучки, они плоские, это тот же материал, что и их знаменитый спонж, но он вот такой вот плоский, маленький, и эта штука как раз таки создана для поправления макияжа, для того, чтобы убирать лишний жирный блеск. То есть, по сути, вы как бы вот так вот промакиваете этой штукой лицо там, где вам нужно, и это работает как обычные салфетки матирующие. Что хочу сказать, штука достаточно дорогая, если вы вполне удовлетворены тем, как работают ваши салфетки для мотирования, вот этой штукой не обязательно пользоваться, не обязательно ее покупать. Но если вам нравится идея этого продукта, то он работает абсолютно точно так же. Еще его плюс заключается в том, что он имеет многоразовое использование, то есть его можно несколько раз помыть, и пока он не развалится, то есть приблизительно где-то в течение, наверное, трех месяцев, и можно пользоваться постоянно. Поэтому, как бы, с одной стороны, вы экономите на том, что его можно регулярно использовать, с другой стороны, ну, это все-таки менее гигиенично, потому что вряд ли вы будете его прям каждый раз мыть. Но в то же время очень приятная такая штучка, она довольно мягкая, то есть очень приятно так на лице, действительно убирает жирный блеск. В общем-то, мне нравится, единственное мое замечание это то, что дороговато, и, может быть, в следующий раз я именно по этой причине не куплю. Дальше хочу вам рассказать о тональной основе от Гош. Насколько мне известно, эта новая линейка тональных основ называется Foundation Drops. Сейчас это крайне модный формат. Я уже точно не вспомню, кто вообще начал этот формат, именно вот таких вот тональных основ, супер жидких, с пипетками. Они существовали и раньше, но сейчас какой-то повальный просто бум. Каждая компания считает за свой долг выпустить вот что-то вот в такой вот форме. У меня это оттенок 004, и что хочу сказать по поводу этой тональной основы. У меня с ней сложились отношения такие, как бы, любовь и ненависть. У меня кожа нормальная в большинстве случаев. Иногда она, в зависимости от того, какая температура, может быть более жирная, там, жирница, например, Т-зона, или наоборот, более стянутая, там, какая-то немножко такая сухая. Вот конкретно, вот когда я ее больше всего тестировала, мне было именно очень жарко, лицо постоянно потело, то есть вот такие вот привязательные условия были для ее тестирования. И что хочу сказать, на мне, на мне, мне не нравится, как она выглядит, потому что мое лицо ее как будто не может до конца впитать, и через какое-то время она вместе с потом как будто отстает от моего лица, вот какое-то такое впечатление, и выглядит это просто ненатурально. У нее неплохое покрытие, то есть такое вот хорошее среднее покрытие, она неплохо держится тоже, но вот именно вот этот эффект того, что много косметики на лице, он присутствует. Но в то же время я вот эту тональную основу пробовала наносить на свою маму, которой уже за, ну, вы понимаете, я думаю, и на ней она выглядела очень классно. Вот она именно не пересушивала ей лицо, не подчеркивала морщины, все выровняла, потому что у нее есть и тоже с пигментацией на лице проблема, вот все выровняла, и все как-то вот было такое вот, знаете, бархатное, велюровое, вот такое вот какое-то ощущение было, очень мне понравилось, как на ней это выглядело. У нее кожа тоже, я бы не сказала, что сильно сухая, но некоторые тональные основы ей подчеркивают вот именно текстурные проблемы, там морщинки какие-то, вот это, этого не дело. Поэтому если ваша тональная основа на вас засыхает и лицо выглядит вот таким вот в морщинах, то, возможно, обратите внимание на вот это. Если же вам нужно просто выровнять тон, возможно, скрыть какие-то недостатки, чтобы это выглядело натурально, то, скорее всего, это не ваш вариант. И раз мы уже затронули марку Гош, то давайте по ней дальше пройдемся. Еще хочу рассказать вам сегодня о вот таком вот продукте, это Lumi Drops, то есть хайлайтер в жидкой форме, у него вот такой вот носик, очень тоненький, и из него вы, в общем-то, достаете сам хайлайтер, и хайлайтер после этого наносите на те зоны, куда вам нужно. Вот так вот сейчас я нанесла, выглядит наверняка очень неплохо, светоотражающе. Что, опять-таки, хочу сказать, это неплохой продукт для тех, кто ищет деликатное сияние, кому нужен очень такой естественный, натуральный, такое вот красивое, естественное свечение, да, без перебора. Сейчас в моде хайлайт, который видно чуть ли не из космоса, сейчас в моде хайлайт цветной, сейчас в моде хайлайт там чуть ли не радуги, потому что тоже радужные эти хайлайтеры выпустили. В общем-то, сейчас хайлайт моден такой, что вы 100% его увидите на лице. Вот это же, это скорее такой вот натюрель, то есть еле-еле такое вот влажное освещение, красиво смотрится, но если вы гонитесь за вот чем-то таким вот очень выразительным на лице, это не ваш вариант. Если вы ищете что-то очень деликатное, что будет просто подчеркивать вот как бы рельеф, немножко влажным эффектом таким переливаться, то тогда я вам однозначно это советую, потому что это именно то, что вы получите. И последнее от Гош, что я сегодня упомяну, это два карандаша для глаз. Я уже с Ниной, кстати, упоминала об этих продуктах, когда мы снимали вместе с ней видео, я уже упоминала, но тогда это было мое первое знакомство, с того времени уже больше месяца прошло, и я постоянно пользуюсь этими карандашами. У меня это оттенок 24 Truly Brown, и черный тоже оттенок у меня Black Ink. Абсолютно такие вроде как базовые карандаши, но в то же время они очень стойкие, очень хорошо тушуются, есть время, чтобы их растушевать, и в то же время, когда они садятся уже на века, то все, они очень стойко держатся. Если вы не видели видео мое с Ниной, то я говорила, что в принципе, если вы ищете стойкие карандаши, ищите их вот в такой вот черной упаковке, потому что, как я узнала, оказывается, вот такая вот черная упаковка карандашей, именно не деревянная классическая, а вот такая вот черная пластиковая, она используется для карандашей стойких текстур, то есть когда на заводе вы заказываете карандаши, вам говорят, вот это вот стойкая текстура, то есть ее нужно упаковывать вот в такой формат. Если какой-нибудь каял или еще что-нибудь, его зачастую упаковывают в дерево или просто обычная классическая текстура. Поэтому я уже это проверила. Действительно очень стойкий, очень классный, не размазываются, не текут. В общем-то я им на 100% довольна. Если ищете карандаш, вот это вполне могу рекомендовать. Последнее, что хочу вам показать сегодня, это будет палетка. Я ее уже распробовала. Она мне с самого начала очень понравилась. Это палетка Полос Чойс, которая называется Blush It On Contour Palette. И давайте я вам сейчас сразу покажу, как она выглядит. Вот так вот она выглядит в серединке. Мне здесь больше всего нравится вот это средство. Оно на мне работает как средство для контурирования. Хайлайтер здесь опять-таки очень деликатный, очень мягкий и румяна. Румяна здесь безумно пигментированная. Румяна, кстати, мне меньше всего нравится, потому что румяна по текстуре мне напоминают вот такие вот всякие китайские палетки. А вот эта все-таки она подороже немножко все-таки, чем китайская палетка, но в то же время приблизительно тот же эффект. Вот эти два продукта очень мне нравятся. Вот этот вообще на мне ложится действительно так, как надо. серо-коричневым. И что хочу сказать, почему я решила ее упомянуть. Сейчас на Полос Чойс идет акция и можно с заказом на 50 долларов получить вот эту палетку или другую там какую-то на выбор, которую вы захотите, в подарок. То есть вот это может быть просто вам бесплатно в довесок. Если вы хотели что-то на Полос Чойс заказать, то можете просто вот это получить бесплатно. Она действительно неплохая, как за бесплатно, так вообще отличная. Я ссылки, кому интересно, оставлю внизу. Это, кстати, на официальном сайте. Это не где-то там в каком-то магазине. Это именно на официальном сайте сейчас такая акция. Ну вот, по большому счету, у меня и все. Надеюсь, это видео вам понравилось. Я решила его не перегружать слишком большим обилием косметики. Еще разберемся с новинками. Их у меня еще очень много. Сейчас вот в процессе как раз тестирования нахожусь очень многих вещей. Если вам это видео понравилось, конечно же, ставьте мне палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!